Ну что, так, святого величия! Довится свято место пустыря, но воры-то, ну и хорошо! Ушёл и возвращайся! Вот, собственно, есть один смысл, и я понимаю, что правильно сделал, что ушёл. Хочется всё-таки вернуться, встать на любимое место и, собственно, привести любимый друг. Добрый вечер, дорогие друзья! У нас полфинала! Я безумно рад, что сегодня почти полный зал. Сегодня огромное количество команд, которые волнуются моего друзья. Давайте будем аплодировать, ну и начинаем КВН! Субтитры делал DimaTorzok Магазино сейчас с огромным неоплечником, А wideWhich carpool, DimaTorzok Случай комполь Officer Ушло привет жюри, привет сал, как каждую команду и сигналистиков встречал, но мы на шуте не в этой песне, мы на шуте нашим приветствием. О-о-о-о! Сегодня люди нами взяты, выиграть как бы сяк с кипсином и исковы сяком, пробежались по сцене как фуражки по козу, у тёрта финансов и на кого не подложат. О-о-о-о! О-о-о! Дорогие друзья, добрый вечер! О-о-о! О-о-о! Дорогие друзья, мы все соскучились, но мы не можем просто молодой механизм, мы вновь в строю. Это значит большой хэвэ в нашем городе. Ещё раз всем здравствуйте! В этом победу безменному и душему Ивану Исловичу Маклакову, я скучал, Иван Ислович. Спасибо большое, можно еще? Ну пожалуйста. Народный артист Аграрного университета Иван Ислович Маклаков! Ну что же, дорогие друзья, этого бюджета у нас в стенах нашего бюджета ещё не было. Хаман для себя назло. Ну давайте ещё раз искупаем их лакция. Итак, дорогие друзья, сборная факультета социально-культурного сервиса и туризма! Спортная экономическая факультета! Спортная факультета ветеринарной медицины! Спортная учётная финансовая факультета! Ваши добрые друзья, представляющие Института Души народов Кавказа, сборная ИТНК! Электроэнергетический факультет! Спортная факультета агробиологии, земельных ресурсов и факультета экологии и манджавтной архитектуры! Спортная факультета! Ну что, дорогие друзья, в гости! Полуфинал нашей лиги — это значит очень ответственная игра. Сегодня команды будут бороться за право выступать в финале. Проверьте, это игра, которая продолжит весь наш сезон. И сегодня будет такие нехилые баталии, будет это всё проходить в трёх конкурсах. Приветствия, Расминка с уважаемым жюри, о которой мы ещё немножко попозже поговорим, и музыкальный номер. Давайте теперь познакомимся с самой важной командой в нашем зале. И команда «Много уважаемого жюри», основатель движения КВН в Украинском университете, капитан команды КВН «Совер Метапаролель» Сергей Зубенко. Капитан КВН «Совер Метапаролель», капитан Метапаролель, в своё время руководитель Центра эстетического воспитания студентов Иван Вячеславович Маклаков. Капитан КВН «Совер Метапаролель» Я напоминаю «Молодежь» у нашего жюри в раме не опыта, но уже достигший таких больших resultados и время руководитель движения КВН в Украинском университете «Дружба народов Кавказа» Владимир Кайбанов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, как вы заметили, сейчас на сайте сняют будущие чемпионы этого сезона. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Почему он катается навсегда на тачках? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет, Альфина! Как я думал, он соскучился! Дуэли, ты тоже вернулся? Привет. А, Торик, старался? Здоровались! Забыл. Ты кто такой? Я Зелин с вашей командой. Вообще-то, вот Зелин! А он самозванец, я вам докажу это. Вызываю тебя на дуэль. Так, у него купюры по 100 долларов, а у него по 500 рублей еще и фальшивые. Вот, Сереб, ты кто такой? На самом деле я, Роберт. Какой Роберт? Ну, Роберт, ты что, не помнишь? Ну вот это... Ну что, ты знал? А-а-а, вот ты кто! Вот ты кто, я до сих пор понять не могу, а? Ну, че себе ты такой? Слышишь, я бы на твоем месте и так со мной не разговаривал. На каком месте мне это говорить? А вот иди туда-там, чтобы я крысайся. Да без проблем. Слушай, тупой. Подожди. Тупой. Тупой. Блин, реально лучше, спасибо. Thank you. С вами, друзья, недавно было 14 февраля. Валик, выручи девочкам подарок. Анжела. Спасибо. Соколос? Катя. Соколос? Спросите. Валик, Валик, подожди. Не главное, что у девушки вот здесь. А главное, что вот здесь. И вот здесь, что прям побольше таких. Роберт! Ребята, у нас есть вообще хоть одна нормальная миниатюра? Ну, у меня есть. Пш-пш-пш. Все мы любим Равзана Кадырова, поэтому представьте. Соколос? Все подожди. Вообще-то только вы, чеченцы, любите Равзана Кадырова. Ну ладно. Все мы любим Владимира Путина. Соколос? Все подожди. Вообще-то только вы, чеченцы, любите и Путина, и Кадырова. Ха-а! И вот почему часы любят мильные. Тебя тоже, ребят, I love you, брат. Слушай, Слава, у тебя давно не было видно, а ты вообще где пропадал? Да меня на шум импровизация позвать. Но я наказался... А чё, сценария много учить? Микросути. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Есть ещё одна шутка. Ребят, мне нужны вот эти ваши шутки. Вот этот ваш прикол слишком долгкий. Это у Диана Шулигиной прикол слишком долгий. Ай, здорово, ты же что творишь? Подожди, Зонок. Алло, да. Что, расстались с этим неудачником? Ну да, финал этот козел тебя вообще не достоин. Ну да же он, урод. Всё, слушай, кто звонит? Твоя бывшая, твоя ненависть. Кобед, успокойтесь! Ну что, друзья, как вы видели, такая спортная ДНК, мы начинаем! Представьте, очень маленький человек в маршрутке. Возьмите. Один! На похоронах человека, который всю жизнь работал на рынке. Его хорольки, да? Да, да. Ну ладно, чуть-чуть похожу, если что-то вам вернусь хорошо, я тут... Да, мужик, ну ты чё, а? В кинотеатре. Можно, пожалуйста, билет на 50 оттенков темнее? Один? Один! А сколько стоит? Три тысячи. О, дорого. А она? Ну чисто для тебя. О, дорого. И всё равно головато. А она? Эм, триста рублей стоит. Триста рублей? Я беру, я согласен. Жилье на восьмое марта. Подарь и сёдарь. Все вы знаете, что в магазинах требуют документы за некоторые товары. Итак, представьте, дошло и до такого. Девушка, можно сигарет, пожалуйста? Паспорт покажите. М-м-м. А справка об ожирении имеется? Можно голуб? На коньяк есть? Молодец. А можно сборник анекдотов? А ты кто? Дед Пехто. Здрасте, можно голубой свинины? Крестик есть? Держи. Здрасте, свиночки, дайте, пожалуйста. А телефон надо делать уменьшить? Конечно уменьшить, ё-мо. Молодец, души. Друзья, ну и в конце. Владимир Кайронов раньше учился в Аграрном университете, теперь он работает в ИДНК. Также Денис Гоголев раньше учился в Аграрном университете, теперь работает в ИДНК. Вот Роберт, играл за Аграрный университет, теперь играет за нашу команду. Николай Бедрович, не дай Бог. Команда Кэнсборда ИДНК, спасибо! Самая богатая команда сборной Синута Тушко-мородов Кавказа, друзья, давайте ещё раз поаплодируем ребятам. Спасибо за эту работу. Ну что ж, немножко сфиги нашего сезона. Как вы помните, вот до финала команда у нас не вылетает, и заработанные баллы за четвертый финал будут суммироваться с полуфиналом, и по итогам двух игр на это делим четырёх финалистов. Много-намного позже. И так, следующая команда, которая выйдет на эту сцену, представляет факультет ветеринарной медицины, друзья. Давайте поаплодируем. Ну что ж, Аграрный встречается с самой точёвой и корпусной командой этого Синута Тушко-мородов Кавказа. И сейчас на лбу... Привет, Аграрный! А мы всегда держим слово. Сказали, что будем играть в полуфинале. Играем в полуфинале. Сказали А, говорим ВП. Сказали, что отработают ленки. Не появляемся на факультете. А нам не важно, какие оценки поставит жюри. Нам важно... Умение народа! Марина Акачанова, номер пять. Избирательная беременность. Сказали! 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 Ну что ж, а теперь представим себя. Это Вероника. И на 14 февраля она не покупала вино и не фоткалась в инстаграм. Она поехала на битзавод и там оторвалась по полной. Сказали! 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 Верно out! Верно Масленице гуд дарение чучела от тёлочки и от зайца. Сказали! 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 Ну что ж, себе представили. А теперь представьте, что damals случился в бюро находит. Че пришел? Трусы нашел. Дмитрий Анагиева ругает мать, и он провинился. Месяц без телевизора. Ну, мам! Итак, представьте, очень странный вор. Хо-хо-хо, я утрал плодички и руку пью. Ну, ех, Макаре! А бывает не такое. Девушка, когда на мой идти повод не выбрасывайте. А мы настолько пафосные, что отубительный сезон начинается тогда, когда мы появляемся. Да потому что у вас всегда на 40 градусов больше. А мы настолько пафосные, что когда будем слово пафос в Википедии, появляются наши фотографии. Когда вы уже отклеите фотографии от своего монитора. Да ты че, идиот? Сюда иди! Вот что ты вообще знаешь о пафосе? Что я знаю о пафосе? Да я и есть пафосе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы реально оттягиваем свои шансы, и, походу, это сегодня наша последняя игра, и поэтому мы хотим устроить настоящий выпускной изнутри Кузовской линии КВН. Марина, а ты помнишь нашу первую шутку? Конечно. Ну что ж, а теперь на сцене самая пафосная и кочевая команда этого сезона. А мне так хотелось поиграть большой флорный. Ну, так и не получилось. Эх, вот так шли весь сезон, а теперь уходим после девятого в полуфинале. А в конце хотелось бы обратиться к Александру Шахназаряну. Вот мы сегодня выпускаемся изнутри Кузовской линии Стокау. Есть ли у нас шанс на бюджетные места в Стокау СКФУ? Великий СКФУ! Сборная факультета ветеранной медицины, спасибо за сезон. Сборная факультета ветеранной медицины. Давайте поаплодируем девчонкам, реально. И просто вдвоем тянуть эту ночь, чтобы на протяжении уже десять лет на медваке, как-то у нас перебавляются ребят. Тем более, если я смотрю в глаза, Александр, я тоже, может быть, немножко растерялся. Так что возьмите нас в Стокау Лосковской фокусе. Ну что же, идем дальше. Третья команда уже на сцене. Представляет она электроэнергетический факультет. Встречаем! Шутки накопили, что мы зарядили, форму в зале закупили, аккуратно погладили. Победим на стиль, ширину погладили. Руки вверх, в рот, шахте, будешь вон, вон, вон! Без, 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 без! Нас подвигайся, молодец! Друзья, с каждым выступлением в нашей команде все меньше и меньше человек. Мы их удерживаем всеми способами. Правда, Александр Васильевич? Слушайте, парни, а где серы? За мной один, мой идиот! А ты не трюй на сцену! Хотите, прикол покажу? Дёрни за руку! Спасибо, помогу, а теперь прикол! Представьте, парень испугал свою девушку во время того, как она делала селфи, и она бабе осталась. Я думаю, зато глаза удобно красит. А после того, как Дональд Трамп не стал закон о завреде эмигрантов из арабских стран, Анжелине Джоли вживется не сладко. Да ошибаетесь вы, не сирийцы, он, он и скуш! Слушай, Серый, почему у меня так мало слов? Я тоже хочу раскрыться. Ну давай, Бутон, раскрывайся! Эпикрос! Я узнал, что у меня просто кость широкая, а в отмушке и сырки. Не дают они жирки! Слышь, чё-то хорошо за Александр Сергеевич Бампушкин! Ну что, к номерам! И для начала представьте, у идейного парня прогорел первый стартап. Блин, да как так, да как так, да как я мог прогореть? Там же всего лишь мату, на палку наматывать. Блин, ну ничего страшного, ничего страшного, надо чё-то мутить, чё-то мутить. Сейчас думаю, или зажигалки забрать, или вейпы продавать. Серый, не думала нормальную работу устроиться? Ха, мне всего лишь 38 лет, на дяде ещё успею поработать. А после того, как запретили вейпы, в будущем может произойти и такое. Стоять, руки за голову! Медленно опусти свои лоты на землю! Так, что у нас тут? Клубничная шиша! Ну ты попал! Я подъеден! Судья будешь говорить! А сейчас представьте, кастинг на открывательницу ГУП в программе «Поле чудес». Ну давайте, девушка, посмотрим теперь на вас. Ну кто так открывает? Бездарность, бездарность, не видеть в конец очерки. Мариночка, покажите, как надо. Ну вот, сразу ли на талантичке! А в детстве многие вещи кажутся нам куда страшнее, чем на самом деле. Бабушка, представляешь, там кошка родила! Бабушка, ты что, котёт забралась топить? Да нет, я топор размачивал, а пошли бурей рубачить! Всё бывает впервые. Так, представьте, кто опытный и шотожитель. Значит так, твой сын у нас, нам нужно 3 миллиона долларов и вертолёт. Так. Что так, ты что, не понял? Я говорю, 3 миллиона долларов и вертолёт. Что-то ещё? А? Ну да! Нам ещё эту, кошку трёхцветную, и ролы с лососем, и с огурцом. Так, Серёжа, зараза, опять надо дрожьи купить. И дрожьи захвати по-братски. А ещё нам это нужно, ваза! А не, не ваза! Разбитая ваза! Всё запомнил? Да, 3 миллиона долларов. Вертолёт, кошка трёхцветная, Роллы, Дрожьи и ваза разбитая. Пойдёт нормально. И не забудь самое главное. Сделать репост записи школы вожатского мастерства и своего мечта. А иначе твой сын уступит в ДНК. Всё, нормально. Ну а закончить хотелось бы словами классика. Поступайте правильно. Не поступайте в ДНК. Спасибо. Дорогие друзья, давайте ещё раз поаплодируем Электрикам. Показали свою приветствие. Ну что же, немножко ещё у наших порталов. Майя подарит три подарочных сертификата. Наш победитель Андреевна и обязательно некий секретный представитель этой организации. И это лучшую шутку и лучшего актёра полуфинала. Идём дальше. На сцене сборная экономического факультета. Встречайте. Команда экономического факультета не проходила в финал уже целых три года. Пока остальные команды готовились к финалу, они готовились к фестивалю следующего сезона. Встречайте, постоянные обладатели грамотного участия. Двухкратных участников и школы актива. Трёхкратные полуфиналисты. Команда КВЭ экономического факультета. В КВЭ не перемены. Покинул доля главный пол. Хотим мы провести замены. Кого же ждёт, как первый рост. Мы решили его фантазировать. Кто бы мог крести эту линию и жёну. Например, Николай. Головин. Стали что ли одинаковым. Маклако. Фил. Шах на заряд. Вот слишком подворога берёт. Маслево. Фил. Стали больше мастеров. Есть вариант получше. Охранные. Ну что, привет, чувак. Восплавленные видоси. Восплавленные видоси. Восплавленные видоси. Блин, кажется, зря мы видео в Кравкоме монтировали. Короче, ребят. Я проанализировал все наши предыдущие игры и понял, нам нужно стать серьёзнее, стать ответственнее, взять обувь в кулак и пройти в финал. А кто тебе мешает? Так может быть, вообще-то пора становится взрослее. Нам начали нравиться оливки. Тоже мне взрослые. Лучше бы на работу устроились. Меня нигде не берут. Ой, ты не паришься. Ты сделай сюда, как мы не верим. Пусть за тебя Коля Головин позвонит. Я не думаю, что Головин будет звонить сам себе. Ты такой офигелин. Жень, он меня обижает. Меня тоже, фушестно. Ты вообще-то парень, заступись. Ты назвал её тварью? Нет. Ты назвал её некрасивой? Нет. Ты назвал её властной женщиной, которая постоянно оскорбляет, меня унижает, заставляет из-за всю грязную работу по дому, примерять её наряды с Алиэкспресса, и ещё на неё у неё шесть пальцев? Нет, я не называл её властной женщиной, которая просто тебя оскорбляет, унижает, терроризирует, заставляет её всю грязную работу по дому, примерять её наряды с Алиэкспресса, может, у ноги у неё шесть пальцев? Нет, этого я не говорю. Ну скажи, пожалуйста, я просто не могу это сказать. Слушай, Жень, кто вообще таким незащищенным родился? Как им делали, так и породился. Я бы сейчас сама втащу. Если бы мне этот боец смешанных единоборств сказал, я бы, может быть, испугал. Слышь, она тебе сейчас дашит. Так, я смотрю, мы подготовились, даже человека специально подговорили, да? Самостоятельно, вот сами с этим разбирайтесь. До свидания. О, место освободилось. Эй, стилёвый, ты кто такой? Ребят, я хочу в команду. Ты не можешь попасть к нам в команду. Почему? Ну вот смотри, ты как рекону, а мы финал. Ты как одеяло, а мы под одеянием. Ты как пеный гость, посварь, без карандашов на нитке, а мы бутылка. А я просто, я пошёл в другую команду. Болин, Болин, вот мы и остались одни. Может быть, будем жить вместе в моём панхаусе? Ну и там один дом и два хозяина. Где-то я уже в России такое видела. Вообще-то не смешная шутка. Ой, а кто тебе сказал, что я про Медведева с Путиным шутила? Так это про них было? Так, стоп, вы что собираетесь пожутить про политику? Ну уже. Да чё ты вылупился? Чё ты вылупился? Это не оправдание. Так, Женя, Болина, кто это вообще придумал? Вот кто это придумал? Да там непонятно. Чи Евгений, чи Болина? Так что, Болгой вообще-то такой? Чивовер! Это очередной ваш человек, которого вы подговорили? Нет! Тот же самый, который уже Амладин, уходил, такой, на, 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 всё, иди, я сюда всё сделаю сам. Болгой! Тем временем Дональд Трамп пообещал построить стены на границе с Мексикой, но не войдя в положение, сделана-то своими руками. Фух, наконец-то застроил эту чёртовую стену. Блин, я чё в Мексике? Блин, ребят, пустите обратно, это я, Дон Трамп. Да-да-да, так мы тебе и поверили. Ну, слушайте, это же я ваш президент. Докажи, что ты президент. Ну, я ты ещё на выборах проиграл. Это точно не Трамп. Ну, вы наслушайте, проиграл на выборах, но мне помогли русские хакеры. А, да, Трамп, проходи, проходи! Давайте быстрее, Дональд Трамп. Блин, фиксикацию вылета, пожалуйста, быстрее, быстрее! Я! Быстрее, не пеку жилось, помывая! Так, дебилы, вы только что номеры спортили. Всё, встаньте по местам. Так, я смотрю, вы собственные педестал тупости придумали. Мы не тупые, а вы сегодня тупые, да? Может, это проверим? Давай! Дважды, два, четыре! Телеканал! Давай ещё раз. Без окон, без дверей, полно-горницы, людей. Огурец! Голди! Блин, я так вообще проиграй, давай! Вот просто скажи, как проехать на космос, и я стану. На маршрутке! На ракете! Слушай, Жень, даже среди дебилов никто. Дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце, неважно, ты глупый или умный. Главное, наступить на бюджет. Команды Коменды экономического факультета. Спасибо! Сборная экономического факультета. Ну что же, дорогие друзья, превалились за эквадом наших приветствий. Идёт дальше. Рассел рвётся с борта факультета агробиологии и земельных ресурсов и факультета экологии и ландшафтной архитектуры. Встречаем! За сезон уже в третий раз Удивляясь мы будем вас в твой голос и армянин но одно объединяет САКОФАКС! У нас один дригад! Всем привет, друзья! Нас встретим в бою, чтобы все тогда белоруси из земельных ресурсов! Здравствуйте! Тихо, тихо. Растанцевали, чтобы у меня вообще-то ботиночки новые. Не наступите. Играет музыка... Галенький, галантин. Итак, уважаемый командыш, так как я неоднократно проходил фенал, у меня есть несколько правил. Итак, правило номер один, надо быть очень смешным. Правило номер два, надо быть нагубим. Вот давай, кто в жюри? Владимир Гайванов. О, Гайван, ты че там врата сжили. О, Серега, Серега, вот ты любишь вот эту поясничать. Александр Шахназарян, смотри, вот. Шаг, и ты нужна минута, и все, хватит, сука зашел, давай, посмотри, Сергей Зубенко, ооо, сука, е-е-е-е, так, Серега, хватит, ты совсем, что ты на меня орешь, так вот волю в 45-10 лет назад называли, у него короткий, я теперь на трассе, посмотри, вот, и так, вадим, 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 что ты делаешь? Да просто таким ветвака заел, хорошо, вы, посмотрите, у вас есть нормальный человек, серый, и прямо сейчас фильму на 50 оттенков темнее посвящается, да, бери, утка моя, давай, давай, бери, 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 Баран, уже ты всем надоед, это у меня делать каждого, даже вот они, давай, ну, понятно, не каждое, но, хорошо, Сергей, то есть каждое, вот так, да, тогда я прямо сейчас слабаюсь на сцене, я доигрался, Командар, хватит, все, потому что под контролем Левикутка, иди ко мне, боясь, я буду, да, поднесу мне Левикутка, как хорошо, что я решил подстраховаться и позвал своего друга, и так встречайте ветеран Лиги Кавказ, рекорд-петь Новорокольский Лиги Кавказ, отец и сын Арифа, парень Александра Бахмичевой, лучший ведущий, и в день лучший, Вы, посмотрите, шахту дурили! Какого у вас есть, пожалуйста? Вы еще не видели! Баба-баба, добрый вечер, я диспетчер, ха-ха-хау! Здорово! Здорово, День, что ты подготовил? Конечно, обижаешь! Таджикистан идет в ногу со временем, и именно поэтому они решили сделать свой собственный блокбастер Арифа, помню, мы призыщем у меня есть «Баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба» Двойной блокбастер с зелём кто заказывал? Вот где толстым счётцем? Ариф, помню, молодец! Знаете, Серого, у меня много вопросов тебе, скажи Слушай, у тебя в команде такой бухлый, толстый, жилый, который еле-еле ходит, играет у тебя? Да, Амин играет, да! А это маленькая, противная девушка с бесковым голосом? Это пика, которая в метр своего русла где-то потерялась. Вот она! Она играет. А этот тупой, который ищет, который постоянно... Ге-ге-ге! Фу! Слушай, я тебе три секунды даю, чтобы ты свалил отсюда. Раз! Два! Двадцать тридцать! Ладно, серый, мне кажется, надо спасать положение. Иди! Вау! Добавь! Хорошо! Хорошо! Короче, вы простите, мама, я вошел... Забыл. Серый, у тебя двадцать рублей не будет, просто пешком до серого не хочу идти. Так, ладно, на кармах, хватит, дураки, собрались и порядка! Случай, Варвария! Да, да! Эй, варамцы! Ну и не готовы, не за кого заходить? Тя, да как вы в таких ботинках-то мечи пить будете? Да я так, чисто на техничку. Мы не нормальные, но сейчас я с тобой воня-боня-боня-боня-боня! А вы есть когда-то в одессе? Боня-нет! Но есть кое-что поинтереснее. Да! Мы не нормальные, но сейчас я с тобой воня-боня! Сейчас очень модные тематические вечеринки. Случай на фейс-контроллер. Проходи. Ты не проходишь. У нас, собственно, тематическая вечеринка Дики-Запад. Одно все никто входит. Слышь, Архаровец. На ботиночке моем. Класс. Вони уже! Жених с невестой подготовили свадебный танец. Но жених перебрал, и что-то пошло на танец. Ладно, ну вообще-то у меня свадьба. Можешь-ка я с женой потанцую? Уважаемые друзья! За кто на моем агробиологии и земельные ресурсы играли такие легендарные личности, как Владимир Беспалов? Артур Агапян. Николай Гальченко. И Ермантин Агап. Уважаемые жюри, если вы не посмотрите на наш канал, то мы вам обещаем, что такими точно не станем. Как здорово! Агробиология! Спасибо! Сверху я факультета агробиологии и земельных ресурсов. Ну что же, уважаемые друзья, идем дальше. Свою приветствую уже готов нам показать учебно-финансовый факультет. Уважаемые жюри, потому что пока что незабываемой схеме гиталия будет разгинка жюри. Поэтому, уважаемые жюри, готовим к своим вопросам. На сцене сборная учетно-финансового факультета. Все на сцене будут гайфовать. Привет, огромные! Знаете, у вас есть один вопрос. Почему мы поступаем в УЗИ, а в жюри нам ставят оценки? Три, четыре, пять. Давайте уже делать хорошо, отлично, удовлетворительно. О, Гавр, а ты что такой нарядный? Да, я просто с дочкой преподавателя встречаться на зел. И что, понравился ее маме? Да, вроде. Правда, тема моей курсовой работы не подходи к ней кач. А, блин! А, как не раскрылся? Пробогаешь же вроде! Олег, что у тебя опять? Вы что, не слышали новость? Я стал суперсекретным спецагентом! А это, наверное, самая суперсекретная информация. Эй, мальчик, будешь так много базарить, познакомиться с этим пистолетом. Чик-чирик, ой, чик-чик, ммм! Так, Олег! Подожди секундочку. Да. Да-да-да-да-да. Да. Что у тебя там? Да муха в ухо залетела, только его просто задает. Да-да-да-да! Отстань, все! Олег, мне кажется, это какая-то шарашкина контора. Шарашкина контора? Ты что, издеваешься? Это все серьезно. Вот мое удостоверение. Удостоверение крутого перца? Причем, опять батя на штаны надел. Так, Олег, почему тебя там мучают? Я не могу так сразу переселю сказать. Да-да-да-да. Да вали ты уже отсюда! Гордала, с твоими вопросами! Я пошла путь, а ты умерла? Да умерла! А-а-а! Катрик! Да, ладно, Олег, это полуфинал, надо чем-то удивлять. Я могу удивить? Супер-шиплетная разработка, сыворотка правды! Да! Кто круче, Боря или Боря? Боря! Кто круче, Брюсс Ви или Джатича? Боря! Кто победит в этом сезоне? Учетный финансовый факультет! Что, действия сывороты закончилась? Да, что заметно? Ладно, ребята, чтобы попасть в финал, нам нужен идеальный состав. Супого есть как-нибудь идеи? У меня есть друг такой же толстый, как Амир Сократак. А вот он нам поможет. Берёв, выходи! Эй, толстый! Эй, толстый! Это по-вашему толстяк? Эй, толстый! Здорово, ты еще ты! О, смотри! Ты хоть раз у бабушки на лето оставался? Так, Амир, можешь нам не мешать? Пожалуйста, выставьте скольную парню анорексия. Пожалуйста! Не переживайте, я знаю, как с ним бороться. Амир, с налоги после 8 скидки. Опа! Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Ладно, предположим, толстяк, как у Аграфак у нас есть. Что еще нам может помочь выиграть? Твоя тонкая веночка. Вот, я у него розовой колядки качала. Лена? Мастер. Какой еще мастер привел в влощение? Твоя тонкая веночка. Вот мои документы вроде на сервис отдавала. Что вы здесь устроили? Так, Лена. Так, Лена. Да кто из вас Лена? Ну, я. Ты мои перчатки, я буду носить тебя на своих руках. Ты можешь рак, только жажми, как мужчина. Ты моя чучело, а я твоя мастерница. Да ты что офигел? Ну, для кого я обманываю, котел. Так, Лена оставила. Ну, для того, что личную жизнь мне испортили, там еще и образ свой украли. Все, я вызываю полицию и юмора. А пока ветер юмора дует в наши парусах. Вы обменяетесь в краже образа. Сань, а вы, собственно, кто? Ты что, подвязывать не слышал? Полиция, КВ. О, Леночка. У тебя же скоро выступление. Что ты тут делаешь? Мастер первого обращения. А это что за дрыщ? О, гражданочка, а можно как ваши документики? Усы, лапы, хвост, вот при документе. А где лапы и хвост? Так, все, надо вас оформлять в общем. Так, стойте, может быть, договоримся? Пообещайте так больше не делать. Обещаем. Может, как за превышение плотности юмора я вам все равно не пушу? Пройдемте. Куда? В финал. А поехали! Ребята, знаете, вот давно было интересно, на кого Толя больше похож? На маму или на папу? Или на Колю. В общем, сборная отчета финансового факультета, мы не изменимся. Сборная отчета финансового факультета, друзья, ваши авансы. Давайте еще раз нагадим ребят аплодисментами. Ну что же, в финале приветствие на сегодня и подложит этот конкурс сборная факультета социально-культурного сервиса и туризма, друзья. Но пока что команда заряжается, я напоминаю, что максимум за приветствие 5 баллов. Уважаемый жюри уже может расставлять, в принципе, оценки. Напоминаю, что номинацию «Лучшая актера», «Лучшая шутка» сегодня выбирает наш партнер и вручит подарочные сертификаты в бомбинг. Механус, да, по-моему? Очень приятно, да, ребята будут потом приехать, поиграть. Я думаю, кайфовый приз. Ну что же, дорогие друзья, команда готова. Факультет социально-культурного сервиса и туризма. Встречаем! А чтобы пройти финал, команда КЛМ социально-культурного сервиса и туризма усилилась лучшим юмористам нашей страны. Встречаем! Вот маленький анекдон. Барака Вауна говорит, у нее три кнопки. Желтая, зеленая, красная. Зеленая нажал, Европы нет, желтая нажал, Китай нет, красная нажал, Россия нет. Она ей говорит, а вот у моей бабушки было три монетаза, золотой, серебряный фаянсовый. Но когда русские вошли в Берлин, она обделалась в крыло. Что вы смеете? Не смешно! Не поняли? Это Россия! Нам молодежь согласны, усиление странное, но Зубенко и Маклаков посмеялись. На сцене сервис, здравствуйте! Звукай, вернись на место, пожалуйста. А куда он пошел? По-моему, в 2006-й. Мать-ка, она не причешется, похожа на миссис Хатсен. Лен, ну и кто ты на этот раз? Я, Ленок Холмс. Из чего ты взяла, что ты известный детектив? Ну смотри, ты вчера настала с парнем, и ты такая кошечка еще прикольная, и ты любишь как нафельное буре. Офигеть, ты реально детектив. Да нет, мне еще трансляцию в инстаграме вести надо. Лен, вот скажи, как ты нам можешь помочь? Я помогу найти мозг Боша. Чего? Мозг поможет планете. Лен, давай мы все-таки своими силами, хорошо? Максим, а почему ты с ним постоянно разбираешься? Давай я попробую? Ну давай. Лен, вот ты понимаешь, что в мире очень много актуальных тем. Недавно вышел новый сериал. Замя королевы воинов. Не, в основном, что ты. Да, согласен, давай. Ну иди отсюда, тебя уже никто не помнит. Лен, ты понимаешь, что Шерлак? Лен, ты понимаешь, что Шерлак это иностранный персонаж? Да Россию он больше нужен. Вот, например, найти российский футбол. Адекватность в Госдуму. Житут боли. Тебе я работаю, но твоя мама пригнала. Но найти его лучше, чем Аграрный. Так это же невозможно! Согласна! Ну что, супер-пупер-крутой ведущий, зайди в контакт на лясик, я скинула крутой мастер. Я тебя скайфую! В последнее время в стамболе было довольно таки скользко. И так девушка подскользнулась и упала перед бывшим парнем. Ну привет, неудачник! Лена, вставай! Ты вообще малахова смотрел, я, может, в энергии земли впитаюсь. Все, иди мне еще, Аркады туба нужно подереться. Какая кора туба, тут холодно. А ну, может, вот парни, иду, у нас с ним горячая ночь, чтобы было бы, наслужаюсь в море хорошо. Лена, мы с тобой десять минут назад расстались. Пойдем, свожу я тебя на пятьдесят оттенков темнее. Не только я, только я буду рядом. Не только я, только я буду рядом. Не только я, только я буду рядом. А в сельском клубе можно встретить и вот такую странную парочку. Чигарет Америка и два тюлее, Ветер пепел, в лицу шарму мне. Эдик, ну прости меня! Ветер на пальцу мне оставила жар. Эдик, тебе двадцать рублей на пиво, Наталья. Эдик, ты не трогал, а я тебе Эдик, ну я утром в гусеньке аж у тебя проголю! В головы танок... Эдик, ну я вдруг вокруг тебя приголю! Эдик, ну я вдруг вокруг тебя добавлю! Эдик, ну в основном, погашется срок... Эдик! Эдик там! Ой! Подожди, а про гусей, ты серьезно? Ну да. Даже у идеальных людей есть свои недостатки. Итак, представьте, на свидании Васильевски пальца нет! У каждого из нас есть друг, который зачем-то прослушивает свои голосовые сообщения. Когда здесь гильки, я себе на микрософте купил. Что-то, видимо, не то съел, и здесь живот получился. Надо про живот приписать, что-то, видимо, не то. А наша команда решила немного похулиганить и показать вот такой вот номер, если бы геевили себя как натуралы. Офигеть! Мой друг натурал! Слушай, а я давно за тобой это заметил. Ты же это футбол любишь, и вот те штуки пассатиши ты назвал. Да и имя у тебя такое — Ваня. У меня обычная — Стас. Слушай, а батя в курсе? Вообще-то он у меня такой же. Вот это у вас семейка. Слушай, а как вкуснее? Что это? Ну это, за ручку релю доходите или нет? Так, все, мне это надоело. Давай, нам еще в сакс идти, расписываться надо. Увидимся на день ВТВ, сладкая парочка! И только я, только я уряду, я уряду, я уряду, я уряду, ты и он. Друзья, нам кажется, что в любом месте девушка преследует ее неадекватность, а особенно за рулем автомобиля. Вот тебе и раз. Привет. Привет. Давно не виделись? Да. Да, две минуты назад ты чуть не сбила пешехода. Так, что там у вас? Ты снеслайку по машине, ты пьяненький, у тебя неправ. Не переживай. Просто включи аварийку, сделай вид, что разговариваешь по телефону, ну и, конечно, нашу любимую песню. Алло! Да, Миша? Ты будешь в шпаках? Существует нас в шпаках? Он подошел в багажей, то, что у нас все хорошо. Девушка. Девушка. У меня бабушка пекла две и пол, пожалуйста. Девушка, вы издеваетесь? Вы мне снесли пол машины. А ты уверен, что это я? Да, у меня в машине регистратор. Вот. Предлагаешь мне списаться? Ну и что такое? Так, девушка. А ты вообще знаешь, кто мой парень? Кто? В дальнейшем я передумываю. У меня, правда, штуфлетник. Мак в голову, пожалуйста. Так, все. Мне это надоело. Я вызываю полицию. О! У меня парень в полиции работает. Да? И кем же? Пропущий депутат на полковник, инспектор Баджет. Слышал о таком? Нет, конечно. Ты что, не работаешь? Так, что-то он не уходит. Отвлеки его и поехали отсюда. Аккуратно, побегули, щечники. И газ в полку. О, божечки. Не переживай. Только помни, что лучшая защита – это нападение. Сам скоро и песню. Ура! Большая, не нужна, что лучшая есть. У меня. Стой, стой. У меня. У меня. У меня. Друзья, наша команда уверена, что мы по-любому попадем в финал. Потому что перед игрой Иван Вячеславович написал смс нашему Валере со словами «Ребят, у вас все будет отлично». И пускай Валера так в телефоне переименовал свою маму. Зато мы единственная команда, по-моему, Иван Вячеславович на репетицию курочку пожарил. Сервис, спасибо. Сборная комплекта социально-культурного сервиса и туризма. Ну что же, друзья, на этом конкурс «Кринец» прошел в француз. Давайте еще раз поаплодируем всем командам. В ферте это не просто втянуться сразу же в группу после такого. периода. И так все команды приглашаются на «Серо». Под ваши аплодисменты, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Команды готовят микрофон для разминку. Уважаемые жилы, уже готов выступить. А отцепки за корпус «Кринцер» 5 баллов максимум. АПЛОДИСМЕНТЫ Для того, в порядке выступления команд открывала наша премиция сборная института дружбы народов Кавказа. АПЛОДИСМЕНТЫ Ваши отцепки 4. 4-4. АПЛОДИСМЕНТЫ 4-4. Все судьи 4-2. АПЛОДИСМЕНТЫ Сборная факультета вентиленарной медицины. АПЛОДИСМЕНТЫ Девчонки, которые сражаются за ХН. АПЛОДИСМЕНТЫ 4-4. 4-4. 4-4. И ВЛАДИСМЕНТЫ 3. АПЛОДИСМЕНТЫ 4-4. 1-3. Сборная электроэнергетического факультета. АПЛОДИСМЕНТЫ 4-4. 4-4. 5-4. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОЛДИСМЕНТЫ Сборная экономического факультета. 5-5. 4-4. 4-5. Молодцы, молодцы. Сборная факультета грабилогии семейных ресурсов. 5-4. 4-4. 4-5. Сборная учетно-финансового факультета. Пять. Четыре. Четыре. Четыре и четыре. Одна пятерка, все четверки. И закрывал топ-экспрессия, сборка, победа социального кабинета Семиса и Туизма. Пять. 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 Четыре. Четыре пятерки, одна четверка. Ну что же, мы готовы слушать общий бал. Давайте предоставим слово редактору и режиссеру Реги Кавайноградного университета Римду Бомяну. Давайте поаплодируем. Итак, Дарит, общий бал за опрос приветствия. Здравствуйте, здравствуйте. У меня работает сон. Общий бал за приветствия. Институт дружбы народов Кавказа. Четыре балла ровно. Факультет ветеринарной медицины. Три целых восемь десятых баллов. Электроэнергический факультет. Четыре целых две десятых баллов. Сборно-экономического факультета. Четыре целых шесть десятых баллов. Факультет на агробиологии и земельных ресурсов. Четыре целых четыре десятых баллов. Учебно-финансовый факультет. Четыре целых две десятых баллов. И социально-культурный сервис. Туризм. Четыре целых восемь десятых баллов. Спасибо, Дарит, что готов, пожалуйста, на микрофон жюри. Ну что же, сегодня играем в опрос «Разминка», вес вылета, вес билетона. Максимум пять баллов, да? Все верно. Ну что же, уважаемые жюри, кто готов задать первый вопрос? Пожалуйста, Сергей Юрьевич Зуренко. У меня самый тупой вопрос. Что такое «Ланифулот»? «Ланифулот»! «В» последнее. Ребята, да вы-то догадаетесь, только не подскажете. «Ланифулот»! Что такое, на ваш взгляд, «Ланифулот»? И ДНК. Что такое «Ланифулот»? Включите его микрофон. Это значит, что это «Разминка»? Это значит, что это «Разминка»? Хорошо, что у нас сегодня наш вопрос «Сетя Юрьевича». Сразу говорит «Челл» команды «Политет», сборно-ветеринарной медицины. Что такое «Ланифулот»? Это «Ф-ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф ЛАНИФУЛОПТ Это что-то вроде МАТА, ГАНИБАРА, ФОНСА СИЧЕВАТЬ, ЧТО ТАКОЕ, ЛАНИФУЛОПТ Не засмеялись, но как на тассе, потому что реально поняли о чем-то речь Что такое ЛАНИФУЛОПТ Зачем ругаетесь? Нормальный же ботин, ну что? Аграроний Заграрисуса и сборный ДНР Что такое ЛАНИФУЛОПТ? Если бы я знал, что это меня, меня отчислили с Аграроном Спасибо высшему студенту, молодому и успехову Спасибо за вопрос Сергей Юрьевич Идем дальше Кто? Владимир Криванов Ребята, у меня будет ответ Вы задаете вопрос, я, собственно, говорю ответ Ответ такой Нет, но я попробую Вам нужно придумать вопрос Владимиру После чего он ответит Нет, но я попробую Давай А попробуйте сказать Google N Нет, но я попробую Это было сервисы туристов Экономический факультет Слушайте, а может, ЛАНИФУЛОПТ? Нет, но я попробую Теперь не ответишься Попробуйте все разобрать Вы переодеваетесь Вы переодеваетесь как раз в девушку? Нет, но я попробую АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ребята, на этом все Владимир, спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Можно попробовать задать нормальный вопрос АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Опа, опа Николай Петрович говорит АПЛОДИСМЕНТЫ Ребят, я постараюсь Но я попробую Задать нормальный вопрос Ам Что вы необычного Видели на Маслинице? Завтра Маслиница? В преддверии? Неплохой сам вопрос? Да Да, да, да. Электрокаттер. Серег, что ты необычное видел на Масленице? Ладно, факт. Тут самое главное, а в пифе сегодня четкое после полуопреда. Сепосетризм. Что вы необычное видели на Масленице? Согналит свинину кушетку. Макс Красавчик, спасибо, Папа, подготовился. Пока все думают, ребят, завтра в 2 часа по двери вуза у нас пройдет у нас в Национального университета. Приходите, сделайте реквоз. Да, самый любимый народный конкурс, будет куча всяких фишечек, и вопрос очень приклонный, поэтому и много ответов. Все? Огромное спасибо Николаю Петровичу. Пока что мы катимся вниз. Сейчас Саня точно банкает, Саша, наберемся надежной командой, очень верим. Вопрос от Александра Шахтазаряна. Всем привет, всем здрасте, огромный привет. Попробуем песенный вопрос, я начну песню, вы ее будьте добры, пожалуйста, добойте. Так получилось, что сегодня вспомнил я о существовании, ну, вновь вспомнил о существовании некогда передачи «Джунгли зовут». Помните такую передачу? Вы еще жили иногда? Жили иногда? Вот, дай Бог уже. Давайте попробуем допеть ее главную песню, девиз. Если ты смелый, ловкий, умелый. Ну, дай Бог. Прокладите себе свидетельство. Если ты смелый, ловкий, умелый. То поступайте в ВДНК. Интересно, интересно. Дорогие друзья, напомню, надо продолжить песню. Можно попытаться отвечать приятно? Да. У меня вариантов ответа уже больше, чем Коля, значит, не переживай. Если ты смелый, ловкий, умелый. Ну, смелый, да, умелый, иди сюда, ребятка! Смелый! Давай, иди ко мне! Давай! Тихо, да. Включился на антикс раз уже. Да, да. Спасибо. Позитальное сопровождение. Слушайте, канал уже пропислить, и канал уйдет. Вот. Все после волна не шутят? Ребят, так все? Там и ДНК просто бурно обсуждают что-то. А. Не, верю. Ладно. Экономический факультет. Если ты смелый, ловкий, умелый. То это не я. Да. Спасибо. Спасибо. Все не соберись. Давайте, давайте. Да. Если ты смелый, ловкий, умелый. Знаете, что ты не в ключе? А я буду начинаться посмеяться. Ветер надо видеть. Если ты смелый, ловкий, умелый. То про тебя есть три прилагателя. Волна! Волна! Сейчас мы сколько герман ради, глянусь. Если ты смелый, ловкий, умелый. Значит в крови бегло. Если ты смелый, ловкий и умелый, прокачивай силу. Если ты смелый, ловкий и умелый, С чистой совестью будешь сидеть за мной. Иван Ишлайч, это тоже все финальное? Или все ясно, ты уважаем уже по оценкам? Не, да. Все, пенец, какая... Ладно, давайте без вопроса найдем. Не, я могу задать это, собственно, вопрос. Не, ну команды веселые, давайте, сейчас разборимся, сейчас. Думаешь? Да. Почему сегодня пипец какая размина вообще? Это мой любимый вопрос. Почему сегодня пипец какая размина? Макс, что-нибудь покончать можно? Все, всем командам спасибо огромному. Проходите готовиться к музыкальному номеру. Спасибо команде. Друзья, давайте пооплотим команда. Поверьте, так. Вопрос разбитого. Какой непростой. Спасибо сборной ДНК, что забирает микрофон. Ну что же, я думаю, наш мужик будет непросто, но... Один вопрос точно будет пригоден сегодня. Итак, давайте оценим наши команды. Максимум пять банков. Факультет социально-культурного сервиса и туризма. Ну что же сегодня нашли сервисы и туризм. Четыре, четыре, четыре. И сервисы и туризм сами. Четыре. Все судьи и четыре. Ладно. Идем дальше. Учетно-финансовый факультет. Четыре, четыре. Четыре, пять. И четыре. Одна пятерка всей четверки. Электрики. Четыре, пять. Четыре. Четыре, пять. Две пятерки, три четверки. Хорошо? Факультет ветеринарной пендицины. Три. Три. Четыре. Пять. Четыре. И факультет агробиологии и земельных ресурсов. Пять. Пять. Четыре, четыре. Я вам пришла четыре. Ну что ж, друзья, давайте по-владеру всем командам все оценки за сменку. Уже есть? Горит. Сейчас общий балл. Ну давай, похоже, если очень. Мы уже готовы, я думаю, начать. Музыкальный номер. Команда завяжена. Итак, открывает конкурс музыкальный номер сборной факультета агробиологии и земельных ресурсов. Друзья, давайте хорошо поаплодируем, перезагрузимся к следующему игровому конкурсу. Поехали. Друзья, наверное, у каждого из вас в жизни было чувство, когда ты круче всех. И именно про это чувство наш номер. Думает, наверное, каждый из вас. И люди круче, чем я. Да кто так сказал? А ты не слушай их. И повторяй про себя. Я самый крутой. Крутой я сам для себя. Ага. Вот я не ел девы с лопатой в парке. Ничего себе. Я не стою на флаг, в момент под вечер. Ничего себе. Я вот не таксую, хоть я осен борщик. Ничего себе. Трудность есть. В каждом. Мы вам сейчас расскажем. Бам! Ухар! Но самое чувство, когда ты круче всех. Нашел в СИП-сайкурске соточку. Но самое чувство, когда ты круче всех. Не поступил в СКФ, а поступил в Аградный. Ухар! Но самое чувство, когда ты круче всех. Подкользнулся на льду, упал, не этого никто не видел. Насколько себе. Но самое чувство, когда ты круче всех. Круче всех. Насколько раз в кармане мелочь. Робзо на подъезд. Круче всех. Круче всех. Круче всех. Круче всех. Насколько раз в кармане. Давай, 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 давай. В этой бомбели оказался один на один. Круче всех. Опер. Давай, ребята. Не глядя в правильный судболутбук с первого роста. Что самое чувство, когда ты круче всех. Круче всех. В душе. Сразу тяня температуры. А самое чувство, когда ты круче всех. Дорогие друзья, а есть вещи настолько крутые, что о них нельзя сказать словами. Внимание на экран! То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты круче всех. Но самое чувство, когда ты круче все, круче все, Мой дюймя все получится. Я не знаю, потому что я не знаю, потому что я не знаю, Я не знаю, потому что я не знаю, потому что я не знаю. Спортная факультета акробиологии земельных ресурсов. Конечно, не круче всех, но тоже прикольные пацаны. Спасибо. Сборная факультета акробиологии земельных ресурсов. Давайте поаплодируем ребятам. Резво открыли наш музыкальный конкурс, команда, который круче всех репетирует с басовкой. Ну что же, идем дальше. Следующий музыкальный номер покажет сборная ветеринарной медицины. Давайте поаплодируем девчонкам, они немножко пенсуют. Давайте, давайте поддержим «Ветфакт». Поехали! А в последнее время стал очень популярным моим штурм. И наша команда задумалась о том, ведь мы действительно, каждый из нас чего-то ждет. И об этом наш муз номер. Ты посылку свою ты, чтобы друзьям показать. Но почта насилия такая. Нужно было другой страной отправлять. Ждешь ты первой щетины, чтобы стать мужиком, но только зовут тебя Валя. Блин, Валя тоже мужское имя. Ждешь окончание тоста, чтобы выпить скорей, но только зачем тебе это? Я же в завязке шесть дней. Так же ждешь ты зарплату, но не приходит тогда. Все потому что начальник. Ждет мужскую пудырку, чтобы потом ее сдать, но только плакая вот новость. Ну, пластик мы не будем принимать. Ждем покажения цоколя, чтобы на свадьбе тусить. Только вопрос есть у Толи. Ребята, как одному свадьбу теперь проводить? Ждешь окрад новогодних, чтобы обусменить, что ты студент и сокрушник. Нечего к нам на тусы ходить. А теперь представьте, если бы ожиданий не было вообще. А я бросил курить, потому что теперь не нужно встать вовсюду. А я не жду повода, чтобы выпить. Хотя я никогда не ждал. А единственное, что перед Лепси, для выбора президента, все мы его уже выбраны. Ну, а что вы хотели сказать этим номером? Кто умеет ждать, дождется большего. Сборная факультета ветеринарной медицины ждет своего чемпионства с 1980. Спасибо. Сборная факультета ветеринарной медицины. Еще Сергей Юзубенко выиграл на эту команду. Долгая эта история с чемпионством. Ну что же, идем дальше. Дорогие друзья, музыкальный номер в исполнении команды ХВН экономического факультета. Напоминаю, что музыкальный номер у нас тоже оценивается в 5 баллов, поэтому в сумме трех. Микрофон. Хорошо. Экономический факультет на сцене, друзья, встречаем. А в нашем музыкальном номере мы расскажем о том, каких интересных пассажиров можно встретить в поезде. Еду в магазин. Мой человек важный, разбираясь в ковырении. Еду сидеть в жюри лучшей лиги планеты. Я буду ставить оценки. Честно и не вредь взяток. И куда ты едешь? В вашу лигу? Нет. Плохо, кайман. Коприюса, что ли? Еду на весна. Слушай, а скажи, и ты женат. Еду на весна. Магенцев продавайте чай и печенье. Отлично, это здесь свой день рождения. И на выход в эту тоже уже отметила. И что вообще кто? Эва Антисова, в округе. Еду никуда. Ну что, можно телефон на зарядку поставить? 50 рублей. Еду никуда. Ну не курите в Камуре. Еду никуда. Я обычный человек. Есть в каждом поезде. Начинаю говорить. Ну когда же тройка? Я люблю свою жизнь. Я люблю свои детей. И вы спросите, кто я? Обычный человек. Самый обычный человек. Я никому не зауряю. Я ничего не улыб. Молодший, ветернад. Это же не та песня. Ветернад, живцы, взял. Хорошо. Мальчик молодой. Молодший. Я не умирала только бизнес-классу. Отвлекала я в арабских эмиратах. Но сейчас я на совершенно без ними класс-картии причина проста. Бывшая. Путина жена. Ты что, Анатолий, пока ты хабай не нашел? Путина жена. Ой, а кто это тут больше не покатается на медведе? Путина жена. А я совершенно обычный человек из-за петрёжа. Взял яичку, курочки и драпуточки шесть совсем немножко. Все меня узнают и все меня уважают. Божья. Сними, депутат. О, а я пойду Михайловск. Давай, коронавируска. А, давай. С Михайловска, депутат. Теперь я депутат Михайловска лучшего короля в мире. Депутат. Ну, а я суперзвезда. Это только по мнению моего отца. Я стролирую по разным городам. Но у меня есть одна главная проблема. Я не попадаю так. Слушай, чувак, а как это вообще на эстраде держишься? Папа, депутат. Я сам смог так держать. Со шпаком и депутат. Дорогие друзья, вот так носитесь. Лучше ехать трое суток, а поезды вот с такими персонажами, чем два часа в самолете и не убедить этого всего. Возьмите на спину. Слушайте, здесь уже не мы просим. Вокалистка тоже вместе с нами хочет. Возьмите меня в Прованс. Иван Вячеславович, на крайнем пусте, уйдите ее в Прованс. Возьмите на спину. Команда военно-экономического факультета. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе, Евгений. Итак, экономические факультеты. Пус-номер в их исполнении. Идет дальше, дорогие друзья, пус-номер следующей команды, проведена сборной директора энергетического факультета. А чтобы еще больше сблизиться с Россией, Тональд Трамп решил у себя в Америке тоже праздновать последницу. Давайте посмотрим, как идет подготовка. Иван Вячеславович, иван Вячеславович. У меня такое в белом доле каждый день. Что у вас еще есть? Чистушки. Что такое чистушки? Это песенки, которые поет народ. Ну, давайте послушаем, о чем у нас народ поет. Песенка от Юри Клинтон. Я на выборах была, а с Трампом я боролась. Если бы не хакера, я бы не боролась. А это песенка от Анонима. На Украину, как всегда, качал бесплатно мяс вчера. Закачал, да еще. Да валит, родилища. А это песня от Анонима. Ярки в озере купались, нет, тебя за ней нашли. Серия ахнуть не успела, а войска уже нашли. Всё, хватит, хватит! Не надо никакого творчества. Лучше скажите, что у нас будет на столах? Ну как что, традиционное блюдо, блины? И как идет подготовка? Давайте посмотрим. Ну, пока только на стадии отзывения пилка, шелка, как-то так. Это уже что? Ладно, давайте ответственно отнесемся в рубору чуть-чуть. Давайте. Есть вот такой вариант. Хилари Клинтон. Она сейчас везде, давайте дальше. Хорошо, тогда Барак Обама. Ну, он и так подгоревший. Что еще есть? Вот есть такой вот вариант. А с ним что не так? Ну, на картинке не видно, но там штанина подкатана. А, это не то. Что еще есть? Есть Никита Цигурдан. Ребят, это все не то. Чего мы мучаемся? Давайте просто посмотрим, как в России браснут масло яйцо. И все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Hear, 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 hear ole a singer. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ввече на все приходится брать в свои руки. Ну что, Масленицу мы проектировали, завтра всех ждем во дворе университета. Электрофакт, спасибо! Спасибо директор Алимпийского факультета за рекламу Масленицы. Ну что же, друзья, еще несколько вуз номеров, а пока что, я думаю, мы можем услышать общий балл за конкурс-разминку. Нет? Попозже? Ладно, давай позже, хорошо. Ведомцы после следующей команды на сцене заряжаются сборная факультета социально-культурного сервиса и туризма. Дорогие друзья, я напоминаю, что в финал выйдут у нас 4 команды. В нашем канале «Слава Ленинграджи» совершается элемент по итогам двух игр, а именно это будет общий балл за чемпионал и общий балл за эту игру. За счет этого сутка мы выявим 4 финалистов. Факультет сервиса туризма готов. Дорогие друзья, ваши аплодисменты, музыкальный номер, факультет социально-культурного сервиса и туризма. А на 14 февраля можно было встретить вот таких вот одиноких людей, которые обсуждают отсутствие второй половинки. Сегодня в паре только одиноких сердцем. Ну что, друзья, давайте вымем за любовь. Чего, конечно. Согласен. Знаете, я ненавижу День святого Валентина. А мне приехал курьер с двинами, сказал, что это ему подарили и уехал. Я тоже ненавижу этот праздник. Сегодня я купил себе жвачку лопы, развернул ее, а там было написано «ты чмо, смирись». Но я навсегда запомнил себе в жизни день, когда я почувствовал себя самым одиноким в мире. Меня не взяли с правкомом на море. Я сердец шаг, как Мексика, между нами и стена. Вот, честно, ненавижу День святого Валентина. Не думала, что он прицелом может быть потрошением к девушке. Я стояла на улице, а мимо пронеслась полная машина чеченцев. Что ты там населял, барын? Повтори. Это меня не девушка. Один ночью позвонок, один ночью позвонок, один ночью позвонок, я не чувствую себя так. Да прекрати. Да что вы знаете об одиночестве? Как-то я стоялся на моей очереди, но потом она ушла накупить колбасу и оставила меня одного. Бормально не как обычный. Алло, тетя Таташ, заберите вашего сына. Представляете, у меня был бывший, постоянно налево ходил. Вот урод! Да нет, он просто высоклазый. Вот. Даже они целуются, а мы не все. Кстати, друзья, а мне по-любому нужно найти себе девушку, потому что у меня очень смазливая внешность. На меня даже отец начал косо смотреть. И нет-нет, да протирает вещи спиртом после меня. А вот смотрите, Толик тоже один стоит. Это был черковский плохой день святого Валентина. Я, как обычно, ждал Валентина твоего брата Коли и не понял. Толь, ну ты-то тут что вообще делаешь? У тебя в отличие от Коли жена есть. Это да. Вообще-то я тоже не одинок, у меня есть улыбки студентов. Это вот и обманывай, всякое место. Офигеть, даже он дождался. Что-то я пьяный, и уже нужно бывшим позвонить. А он? А он? А ты где? А я с парнем ноги плечу, ох, я так не обуху. А я сейчас дома, у меня полный дом тёточек. Даже здесь с диван не могу встать, всё тёточки заполонили, поняла? Да пошёл ты! Да пошла ты! Ненавижу душу. Согласен. Ребят, да чё вы грустите? Отлично же отдыхаете. Слушайте, ребята, вот так. У нас собралась неплохая компания. Ну что, давайте за пекастый вечер. Очень захочется вечер, Валиятый ноги в темплец, Нам разная гад. Друзья, что вы хотели сказать своим номером? Вы не одиноки, если вам есть с кем обсудить ваше одиночество. Сервис, спасибо! Одиночество с вами. Одиночество с вами. Одиночество с вами. Возвращаем номер шестер. И сборная факультета социально-культурного сервиса и туристов. Ну что же, ещё два выступления. Сейчас, я думаю, мы готовы узнать общий балл за конкурс в развинках. Да и, пожалуйста, в развинке проходу, членов жюри. Пока готовится следующая команда, а именно сборная Института Дружбы Народов Кавказа. Общий балл за конкурс в развинку. Максимум 5 баллов. Анатолий, я готов. Итак, факультет Института Дружбы Народов Кавказа 4,6 балла. Факультет ветеринарной медицины 3,8 балла. Электроэнергический факультет 4,4 балла. Сборная экономического факультета 4 балла ровно. Факультет агрегиологии и земельных ресурсов 4,4 балла. Учётно-финансовый факультет 4,2 балла. И факультет социально-культурного сервиса и туризма 4 балла ровно. Спасибо, Дорогие друзья, давайте поаплодируем. Прикатурлул щипал за конкурс в развинках. Ну что же, а мы возвращаемся к конкурсу. Музыкальный номер на сцене сборная ИДРК. Встречаем! У жителей Ставрополя возникло много вопросов к правительству. И они решили пойти с митингом к местному чиновнику. Всё, нахожусь! Да ну, тихо вы, а! Тихо! Давайте каждый по одному вопросу. И всё. По одному. Ставрополя, сколько кокотка? Где для нас жителя города? А для кого не посыпают виском тротуары? Хочешь скользить по всем бульварам? Базару нет! Так и странники, слизкие альморы, Чечевы, сладкие, танчики и горы. А по приезду в Сауру, почему ты рад? Зато у нас в центре стоит большой солдат. Базару нет! А почему Ставрополя в самом центре? Зато у нас ангелы не стоят в камере. Зато мы поставили в центре шаг, чтобы мы могли поохоткаться так. Базару нет! За таких архуев, за нами анагарная, взрослая, и все вопросы решаются. Эй, парень, нерабей, возьми конверт, будь веселей. Базару нет! Старом были язовичаны однократно, что много парковок стало платным. Зато мы построили новую вещь, чтобы вы могли поохоткаться там. Базару нет! Я обычный человек, и я люблю слушать. А на какой вопросе должен дать ответы? Я сам решил сказать. Базару нет! Я говорила, что к этому на машине там вывелась, но не прям. Мне не понравились левцы, нас летательная программа. Там просто не было Александра Шахтазаряна! Базару нет! Но по функции от действий против сбросов, в скором времени он умрет. Все, ты знал вообще, что он еще живет. Базару нет! А выключай это! Бам-бам-бам-бам-бам! Вот, пилот, ты мне вот скажи, как тебя зовут? Ну, не важно, короче. И это я такая маршрутки. У меня курсточки, там помидорчечки, там все. 20 рублей. Это же грабеж? Грабеж. Ухажена улица, там сквозька везде. Бабуль, но зато мы самый благоустроенный город в стране. Это позор нет, ничего. Здорово, лифтонки, вечная проблема. Надо ватриться вообще целая система. По твоему решению, а вы предлагаете? А я на дорожке и подъезжайте! Позор нет! Купаль, чашки был простой. Теперь это армия, как и столь. Лучше, раз, тут будут там продавать. Что ты будешь мне этим сказать? Позора нет! Позор нет! Вам пришло обойтись на команду. Жители, тут играем по гранатам. Но все никак не можем пройти финал. Скажите, что нужно делать нам? Ребята, ну это уже базар не ко мне. Базар к ним. Позор нет! Николай Метрович, в общем, тут такое дело. Я участвую в конкурсе. Вы не могли бы поставить репосты, пожалуйста? Позор нет! Владимир Александрович, вам преднази никаких нет. Просто попросим вас сказать «Позор нет». Позор нет. Прямо бегаю. Прямо бег к нему Тимotion Jared. Продолжение следует...